У мужчин часто, ну, женщины, конечно же, и эту тему уже мы обсуждаем, я хочу быть с тобой, и я буду с тобой, вот как раз всё наоборот будет в этом случае. Любовь-вера разрушает отношения. Второй вариант – это мужчина верит в успех. Ну, то есть, там, допустим, в фильме всё пошло, он такой «Вау! Вау!» И всё, он там включился, там радостно живёт, у него всё пошло. И если он поверил в вот эту фирму свою, что вот у него такая жизнь, то это значит, что скоро будет всё наоборот. Почему? Потому что он поверил не в Бога, а просто в свою победу. Знаете, когда человек сражается в бою, там это изучают, это целая наука. Я немножко с этим знаком. Здесь даже священное писание, которое описывает, как побеждать. И там написано, что как только человек поверил, что он побеждает, в этот момент он слепнет, он не видит уже, что происходит, и в этот момент он теряет свою жизнь. Вот в момент, что у него всё получилось, он «Вау!» и в этот момент «Опа!» и «Тю-тю». Поэтому, когда человек хочет, что у него всё получилось, в момент удачи, что он должен делать? Он должен думать о Боге. Такой человек не должен не радоваться сильно удаче. То есть радоваться надо, но не надо сильно. И не надо печалиться сильно. То есть огорчение — это нормально. Но сильная печаль — ненормальна. И сильная радость, и сильная печаль — это признак отсутствия веры в Бога. Потому что, когда человек верит в Бога, он спокоен. Вы знаете, мне в этом связи как бы вовсе не духовный фильм нравится. Но он мне нравится, потому что там все вот именно такие, какие должны быть, настоящие. Этот фильм, посмотрите, называется «Белое солнце пустыни». Там все настоящие. То есть там, допустим, человек, как начинается фильм, Сухов идёт по пустыне и видит, что там зарыт человек по шею в песке. И он сразу, значит, спокойно начинает его откапывать. Он не там, не «Ай, тебе плохо или хорошо?» А этот тоже человек, который в песке, он такой, посмотрел на Сухова такой и смотрит дальше, такой, в небо. Тут его откопал, ну, спокойные люди, нормальные. Тот его откопал, он такой, как бы, «Кто тебя закопал?» Спрашивает Сухов. И тут так спокойно, подобно, он говорит, «Абдулла». Без лоба, без всего, как бы, всё нормально. А зачем он тебя закопал? Хотел убить. Понимаете? Классно же, да? Или там этот Сухов бросает, там динамит, там, поэтому... Тот берёт, закуривает, назад бросает. Динамит взрывается. И тот... Тот выглядывает, смотрит, всё нормально. Тот стоит. Говорит, ну, заходи. То есть, по-дружески уже всё. Война закончилась. То есть, люди уважают... Или это... Динамит взорвался, сидят старики, да? Шапки слетели, они даже глазом не моргнули. Такие, всё нормально. Саид, ты как здесь оказался? Стреляли? В трудную минуту, когда там уже жизнь на волоске. Он... Стреляли. Оказался здесь. И как бы поворачивается спиной. У него там в этой... На кофте, в футболке, который у него одет, у него там пять дырок от пули. Ну, с кого-то снял, одел. Ну, я почему вам говорю об этом фильме? Потому что там показано, как к жизни надо относиться. Человек спокоен всегда, понимаете? То есть, он спокоен в горе и в счастье. Это значит, что он победитель. Он верит в Бога, понимаете? То есть, там вот эти вот люди... Показано вот это настроение святых людей. Когда человек побеждает судьбу, он не радуется, не печалится. Но это не значит, что он такой, знаете, отшибленный. Нет, он просто... У него... Вот смотри, допустим, как побеждать судьбу. Я повторяю. Я желаю всем счастья! Это эмоциональное повторение, но он не побеждает судьбу. Другой вариант. Я желаю всем счастья. Вроде бы не так сильно, да? Но это повторение побеждает судьбу. Ну, то есть, о чем я говорю сейчас вам? О том, что настоящее всегда в глубине. А снаружи только понты. То, что снаружи не побеждает, все глубокое побеждает. Но все глубокое, это то, что связано с Богом. Означает, сильное наполнение идет счастьем. Если человек сильно наполнен счастьем, он не проявляет эмоций. Допустим, девушка влюбилась в кого-то, приходит, мамочка, я полюбила мальчика. Она говорит, ну, рассказывай, что за мальчик. Рассказала все, ладно, хорошо. И так несколько раз. Потом девочка приходит, такая бледная вся. Ничего не рассказывает. Мама говорит, ты что, полюбила кого? Она молчит. Это значит, что она полюбила. А до этого ничего она не любила, потому что это было все поверхностно. Все глубокое, оно другое. Оно имеет другую природу, сердечную природу, спокойную природу. Не вот эту вот поверхностную, а глубокую, сердечную, спокойную. Настоящее все, настоящее. Другую природу имеет.